Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Еще одна цитата из классики. Как вы помните, именно с нее начинается великий роман Великого Льва Толстого Анна Каренина. Свою версию про чтение шедевра русской литературы предложил зрителю Краснодарский музыкальный театр. Современный балет в постановке главного балетмейстера театра Александра Мацко собрал аншлаги на двух премьерных показах. А это, мне кажется, весомый показатель зрительского интереса и к жанру, который недавно существует на краснодарской сцене, и к самому роману. Сложный пластический рисунок, яркие образы героев. Балетмейстер-постановщик спектакля Александр Мацко не ограничивается только любовным треугольником. Каренин Анна Вронский. На сцене переплетены судьбы многих персонажей. Линия отношений Китти и Левина занимает особое место в балете. Когда было принято решение о постановке современного балета по роману Льва Толстого, Мацко начал кропотливую работу, по многу раз перечитывая главы, тщательно продумывая каждую сцену. В новой постановке звучат сочинения Чайковского, Баха, Стравинского, Шестаковича, Марианелли и других композиторов. А в целом получается очень русская музыкальная ткань. Проникновенные сольные номера сменяются яркими массовыми сценами. В спектакле занята вся труппа, более 40 человек, а также воспитанники детской студии музыкального театра. Для Ярославы Великотской балет Анна Каренина двойная премьера. Дошкольница впервые занята в спектакле. Вместе с таким же юным артистом Никитой Соколовым они несколько раз появляются на сцене. Мне надо на коленках сидеть, а когда она меняет свет, мне нужно собирать кубики. Танцевать на кроватке очень сложно. Почти год все участники спектакля оттачивали каждое движение в балетных классах. Спектакль технически очень сложный, много прыжков и поддержек. К концу репетиции все едва держались на ногах. Но трудности возникли в работе над образом. Чтобы понять своих героев, артисты вечерами перечитывали роман Льва Николаевича Толстого. Берешь это произведение, совершенно другое отношение к этому автору, к этому роману. Ты пытаешься его переосмыслить, прочитать между строк, какие-то ощущения, эмоции, пропустить через себя, чтобы понять тот образ, ту героиню. Уже как бы в своем возрасте имею семью и ребенка. И поэтому было очень сложно сделать именно начальный образ того человека, который живет для себя, ни для кого больше. В спектакле прослеживается несколько смысловых пластов. Каждый зритель, независимо от возраста и начитанности романом, найдет в балете, как говорят, свои ключи. В начале спектакля дети составляют слова из кубиков, а позже уже взрослые играют словами, зашифрованными в ребусах, которые и предстоит разгадать зрителю. Премьера состоялась. Даже скептически настроены к современной хореографии зрители, остались довольны. Танцевальный образ великолепно прослежен, замечательно учтены все эти тонкости произведения, очень сложного произведения, которое написал Лев Николаевич Толстой. И я считаю, что в высшей степени достойно. На самом деле очень понравилась и постановка, и костюм, и шляпки у девушек просто потрясающие. Мне очень понравилось, я вот сама занимаюсь балетом, и это вообще очень здорово. Очень отличные костюмы, постановка прекрасная, поэтому спасибо за такую прекрасную вечерину. Спасибо. Хорошее впечатление, очень, очень хорошее. Острогала до слез. О том, как родилась идея поставить Анну Каренину на нашей сцене, о том, трудно или наоборот легко воплощалась она в жизнь, мы поговорим сегодня с главным балетмейстером Краснодарского музыкального театра и балетмейстером-постановщиком нового спектакля, заслуженным деятелем искусств Кубани Александром Мацко в рубрике «Главная партия». Добрый день, Александр. Добрый день. Прежде всего, я хочу вас поздравить с премьерой. На мой взгляд, это очень достойная, серьезная, масштабная работа. Спасибо. Но я подумала вот о чем. Ведь почти 10 лет назад вашим первым спектаклем, поставленным в качестве балетмейстера на сцене музыкального театра, была музыкальная сказка «Снежная королева». Это хорошая, настоящая, большая литература. Потом были собственные сюжеты, воплощенные на сцене, миниатюры, я имею в виду, серию новелл, да, только о любви. И вот теперь снова грандиозный роман Льва Толстого. Не страшно ли было обращаться к такому шедевру? Вы знаете, я, конечно, когда приходил в театр, смотрел очередной какой-то очень большой балет или спектакль другой, и знал, что этот постановщик или молод, или недостаточно опытен, я все время удивлялся, думал, как у него хватает отваги и смелости. Ведь это такая серьезная работа, ведь это такой огромный труд. В какой-то момент я, наверное, подумал о том, что, наверное, не нужно откладывать на потом, когда-то, нужно жить сейчас, и если у тебя есть силы и желания, то совершать те поступки, а, может быть, и подвиги, которые тебе суждено сделать. И я, конечно, очень-очень-очень переживал перед тем, как предложить это название в кабинете генерального директора, потому что мне нужно было привести какие-то доводы, почему это название должно занять свое место в нашем репертуаре. И как-то так все сложилось, все удачно получилось. Я это сказал, вышел испуганный, что все, мне дали добро, я должен это делать. И как-то я перестал этого бояться, я понял, что это уже будет. И я просто стал очень-очень-очень-очень серьезно подготавливаться, думать, размышлять, придумывать, сочинять. Это самое мое любимое занятие, именно поэтому я занимаюсь этим. Мне очень нравится подбор музыки. Музыка потрясающая, и самое главное, она очень ярко, и, мне кажется, очень точно характеризует характер всех героев. Здесь никак нельзя было обойтись без классической музыки. И было несколько моих любимейших произведений, которые мне очень хотелось поставить, воплотить. Я очень много советовался и с дирижерами, и с концертмейстерами, потому что мне нельзя было ошибиться, мне нельзя было попасть в какой-то, в просаг, так скажем, потому что, например, нельзя было брать определенную симфонию Шостаковича, потому что он ее писал о блокадном Ленинграде. Ну, такие как бы тонкости, которых я мог бы не знать. Слава богу, все подобрано было очень тщательно, поэтому, когда уже я стал ставить, мне было очень легко, потому что вся музыка, она мне помогала. Ну и, конечно же, музыка великолепного фильма, которая меня очень затронула, потому что она мне показалась очень театральной, очень танцевальной, и, мне кажется, она очень хорошо вписалась в наши действия. Балет — это искусство синтетическое. Не только балетмейстер, не только артисты, которые выступают на сцене, но и художники, сценографы, художники по костюмам, свет, звук. То есть все вместе вот и создает то единое целое, которое называется спектаклем. Как вам работалось вот с разными группами людей? С Настей Глебовой, которая делала оформление декорации, мы начали работать почти в декабре, и только к апрелю мы пришли к знаменателю общему, потому что было нарисовано 7 или 8 вариантов спектакля. Вся проблема — это балет, декорации почти не нужны, они не должны мешать, но они должны создавать определенную атмосферу и определенную какую-то графичность, чтобы все время менялось пространство. Поэтому мы очень много находили и таких средств, и других. Все это, мне казалось, не очень хорошо. Иногда я уже хотел согласиться, но понимал, что нет, это я хочу сейчас смолодушничать. Нужно идти дальше, искать. Время еще есть, поэтому мы нашли, мне кажется, очень интересный вариант. Другое дело было с художником по костюмам, с Андрюшей Климовым, с которым мы работаем уже тоже 10 лет. Он, я очень точно охарактеризовал каждого героя, он очень понял задачу хорошо и стал рисовать очень-очень много костюмов у нас, стал присылать, присылать, присылать. В мае мы сдали все эти костюмы и начали шить. ЦХ, конечно, сделали огромный труд. Вот это очень красиво. Это заслуживает просто овации и бесконечного уважения этим людям, которые это сделали. Сотворили такое чудо. И артисты, самое главное, знаете, они все время придираются, вот здесь мне неудобно, вот здесь я не смогу, вот здесь вот они просто увидели себя в зеркале, почувствовали себя, во-первых, в том времени, это уже замечательно, а во-вторых, им это просто очень понравилось, они решили справляться как-то без лишних слов. Но вы приняли свою работу. Нет ощущения, что, а вот здесь, может быть, что-то доделать, добавить, улучшить. Вы знаете, после спектакля ко мне подошел Сан Саныч Лавренюк, дирижер театра балета Юрия Николаевича Григоровича, сказал мне очень-очень много важных замечаний. Он сказал о том, что этот спектакль тебе на всю жизнь, что это только начало, что ты его всю жизнь будешь пересматривать, переделывать, переставлять. Сказаны такие важные замечания, которые очень мне понравились, и я думаю, что я какие-то коррективы все-таки внесу, и это будет только на пользу спектаклю. Последний вопрос о том, что же в самом ближайшем будущем ждет наших зрителей. Я имею в виду новую работу, ведь уже не за горами новогодняя карта. Да, да, да. У меня получился 2014 год, год культуры, очень таким русским годом. Помимо того, что я поставил большой-большой спектакль по мертвым душам Гоголя, я прикоснулся к Ане Карениной, тоже сделал спектакль по этому роману. Сейчас, я считаю, что в завершении этого нужно еще сделать какую-то русскую сказку на сей раз, «Летучий корабль» для наших маленьких зрителей. Мы очень хотим их порадовать. Вы выступаете в качестве режиссера-постановщика и балетместера. И балетместера, да. Тоже. Да. Спасибо, я желаю новых успехов. Спасибо большое. Всем вашим новым работам. Спасибо. И до новой встречи. До новой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok